Сегодня 4 октября, второй день в Германии. Мы прибыли на станцию Фюсен, город Фюсен из Мюнхена на поезде. Два часа от Мюнхена, город Фюсен будет. Это город горный, небольшой горный город и в горах находится замок, к которому мы сегодня попытаемся добраться. Такая красота. На гору мы добрались буквально за несколько минут на вот таком автобусе. Минут 5 от той станции до этой. Ну и сейчас, видите, вот такой вот вид, природа такая шикарная. Будем подниматься на опору к самому замку. Так, идем дальше. Музыка 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 ДИСНЕЙ ВОЛЛД Итак, мы уже побывали в Дисней Волде в США, в Орландо. И в одном из четырех тематических парков, в парке Magic Kingdom, находится большой замок. Этот замок был построен по проекту, замка, который находится прямо надо мной, который находится в Германии, в двух часах езды от Мюнхена, в городе Фюсен. И по вот этим вот проектам были построены еще замки Золушки, которые вы можете купить в наборах детских игрушек или поставить в мультиках Золушки. Тоже это тот же самый проект. Итак, мы сейчас попадаем в натуральный замок, а не сказочный. Попадаем в натуральный сейчас замок. Своего рода сказку, но уже натуральную сказку. Итак, на мост может зайти только 200 человек. Сейчас 206 на мосту. Пошли мы на мост. Моги! Мост качается, поэтому немного аккуратней. Ну, танцевать можно, не качается. Ну, вовремя качается, не качается, да? Ух ты, какая красота! Ух ты! Какая красотища! Классно! Ух ты, какая красота! Давай сфотографирую тебя. Здесь нереально красиво. Реально-нереально. Очень красиво здесь. Реально-нереально. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас вам покажу... Вот в тот... Ручей такой... Водопад... Полетит монетка наша... Так, всё... Загадываем желания... Всё... Успела загадать? Полет долгий... Как здесь красиво, господи, здесь часами можно стоять... Стоять... Погода... Просто супер погода... 20 градусов... Это тем, что ты в горах стоишь... В тени... Наполовину... И очень-очень-очень тепло... Учитывая, что сегодня... Четвёртый октябрь... Мы всё думали, как одеваться... Что убрать... Разница ж большая... Вот такая красота, да, Майки? Снимать нельзя... Внутри замка... Поэтому... Что будет, то и будет... Пошли... С разных ракурсов так красиво... Сказочный замок... Исторический момент... Мы заходим в замок... Сказочно... Красиво... Ой, какая красота здесь... Ой, какая красота здесь... Ой... Продолжение следует... Нойшванштайн. Новый лебединый утес. Сказочный образ этого замка известен в Европе и в Америке, в России и в Японии. Он был построен совсем недавно, в конце XIX века королем Баварии Людвигом II, которого подданные называли королем сказкой, а французский поэт Поль Верлен назвал последним подлинным королем столетия. Задуманное было не из легких. Тогда всем казалось, что время строить замки ушло безвозвратно. Но у Людвига не было недостатка в мужестве. Весна 1868 года. Убраны развалины старых крепостей. Срезан восьмиметровый слой вершины утеса, чтобы увеличить площадку для замка. Построена дорога, проведен водопровод. Первыми возведены ворота и надвратная башня. Там часто остается Людвиг, чтобы лично руководить строительными работами. Замок растет на глазах. Ближе к небу, чем к миру людей, идет строительство. А в богатом воображении короля рождаются все новые и новые образы. Под кистью театрального художника Кристиана Янка они оживают на бумаге. Архитекторы, художники, скульпторы предлагают на утверждение Людвигу сделанные по его заказу эскизы и чертежи. Оформление каждого зала имеет свой особый смысл. Не каждому сегодня понятен символический язык сюжетов, орнаментов и фигур. Их истинный смысл часто был известен лишь одному королю, хорошо осведомленному в мифологии, древних науках и философии. В письме Вагнеру в мае 1868 года Людвиг писал «Я намереваюсь отстроить заново на месте остатков крепостей Хоэншвангау новый замок в старонемецком рыцарском стиле. И я должен вам признаться, что меня очень радует мысль однажды там поселиться. Многочисленные комнаты для гостей, из которых открывался бы великолепный вид на горные вершины Тироля, должны быть обустроены по-домашнему, обжитыми и уютными. Вы знаете этого дорогого гостя, которого я хотел бы там видеть? Место действительно одно из самых красивых, святое и труднодоступное, настоящий храм для божественного друга». Король Людвиг Баварский в XIX веке строит гнездо рыцарства, где нашли приют старинной легенды. Как важны были для короля идеалы древних воинов. Не сворачивать с прямого пути, как Парсифаль, верить и любить, подобно Тристану, быть верным своему зову, как рыцарь-лебедь Лаенгрин. Из страны далекой мечты пришли все эти герои. Рыцари, волшебники, прекрасные дамы. Они населили коридоры, комнаты и залы рыцарского замка. Когда-то они окружали короля. И, наверное, сам того не предполагая, Людвиг подарил встречу с ними и нам. Сегодня, более ста лет спустя. По-византийски просторен и великолепен тронный зал. Посередине его должен был стоять трон из слоновой кости, украшенной золотом. После смерти короля никто уже не вспоминал о его планах. Да и вряд ли кто-то, кроме него самого, осмелился бы когда-нибудь на подобную роскошь. Под нашими ногами мозаика из двух с половиной миллионов камней. Жизнь растений и животных на земле. Вокруг на стенах росписи. Святой Георгий с лебедем на гребне шлема. Христос, Мария, Иоанн Креститель, двенадцать апостолов и святые короли Европы. Их деяния и подвиги. Герои германского эпоса о небелунгах ждут нас перед внутренними покоями короля. Это Зигфрид. По легенде, лишь он и никто другой может перековать древний волшебный меч. В каком бы месте перед картиной мы ни стояли, рукоять этого молота всегда будет направлена на нас. Словно приглашая. Возьми молот и действуй. Ты сам хозяин своей судьбы. Требователен был Людвиг в своем стремлении создавать прекрасное. Над этой спальней в позднеготическом стиле более четырех лет трудились 14 мастеров резьбы по дереву. То был поистине королевский заказ. Тристан и Изольда царят в этой спальне. Напоминание из далеких времен о великой любви, что побеждает смерть. Древнекельский миф на разные лады пересказывали поэты Средневековья. Музыка Рихарда Вагнера возродила его к новой жизни. Рыцарь-лебедь Лаенгрин. Представитель великого братства хранителей святой чаши Грааля. На зов о помощи, на защиту справедливости являются славные воины, посланники Грааля. Приносит людям надежду, защиту и благословение. Таков и Лаенгрин. Любимый герой короля Людвига. Лебедь – символ чистоты и верности своему призванию. Вышитые, нарисованные, высеченные в камне или отлитые из бронзы лебеди в Нойшванштайне повсюду. Замок недаром называют Лебединым. А это «Кабинет короля». И другой средневековый сюжет о рыцаре-поэте Тангейзере. Через многие испытания прошел он на этой земле. Не раз впадал в искушение, прославляя чувственную любовь и тем самым порочил свое имя. Ведь о любви небесной, что возвышает человеческую душу, слагали свои стихи поэты Менезингеры. И все же спасен был Тангейзер. Верность и великая любовь его дамы сердца Элизабет принесли ему прощение небес. Словно главы Великой Книги Жизни, читаем мы, переходя из комнаты в комнату, как бы переворачивая одну страницу за другой. Спиральная лестница приведет нас этажом выше, в зал певцов. Зингер-зал. Самый большой, самый важный зал в замке. Он напоминает зал средневековой крепости Вартбург, где в 12 веке проходили турниры поэтов-мини-зингеров. Волшебный лес на сцене зала. Кажется, слышно, как в нем поют птицы. Хранителем Грааля стать мечтает каждый рыцарь. Но не всем дано нести святую эту службу, стоять на страже мира неустанно. И много испытаний и лишений ждет на пути того, кто вожжелает найти дорогу к братству. Не легок путь, но велика награда. Ночь опускается на замок. Она видна сквозь окна открытого коридора, но оттого лишь еще более таинственно звучит здесь музыка Вагнера. Здесь царит Парсифаль. История его пути от юноши, услышавшего древний рыцарский зов до хранителя и защитника святого Грааля. Стать рыцарем, хранителем Грааля, нет выше ничего на свете этом, что может человек достичь. Дороги нет к нему ни по земле, ни в небе, ни по морю, ни в мрачной глубине бескрайних вод. Узреть Грааль сумеет только тот, кто в сердце собственном его откроет. Легенда о Парсифале. Великая легенда о пути героя, о борьбе, о верности, о счастье. Они все об этом, старые легенды, о самом важном в нашей жизни. СМАРИЕН БРЮКЕ Моста Марии, названном так в честь Матери Короля, открывается красивый вид на замок. Это ущелье, шум водопада и иной шванштайн на фоне неба, лесов и озер. Есть в этом величественном профиле что-то неуловимое, напоминающее очертание лебеди. Таким мы запомним его. Белый лебедь на фоне небес. Было ли так изначально задумано королем? Нойшванштайн Гордый обитель чести и мужества, мира духовных приключений, идеалов и борьбы за них. Приют мифов и легенд. Здесь оживают благородные герои. Парсифаль, Тристана и Зольда, Тангейзер, Зигфрид, Лаенгрин. Сквозь пелену веков и забвения они словно продолжают вести с нами свой разговор. Однажды Людвига спросили, почему пустуют столь великолепные залы? Почему не бывает здесь пышных празднеств и балов? Людвиг ответил просто. Я строю свои замки для того, чтобы в них могли жить мечты и идеал красоты. Нойшванштайн полон тайн. В этих залах можно почувствовать, что и не замок это вовсе, а храм. Храм искусства и вечных ценностей. Ковчег, призванный пронести их в изначальной чистоте сквозь испытания и время. Сохранить для будущего. Замок. Он подобен каменному гнезду, и только избранная порода птиц может поселиться в нем. Это гнездо рыцарей отвергает тех, кто не рожден для жизни в замках. И сегодня замки оплакивают своих прежних хозяев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин